В научно-исследовательском институте трудятся те сотрудники, при которых чаеводство в Сочи получило бурное развитие. В 50-е массово осваивали склоны Черноморского побережья. Потом выяснилось, что чай не ко всем почвам равнодушен. Ему нужны кислые почвы, глубокие почвы. Потом он требует интенсивного питания. Но вот эти сколько срок длительный, культура была забыта. И остались жить только те плантации, которые были расположены в оптимальных условиях. Сейчас у Чая второе рождение. Плантации восстанавливаются. В Крае по инициативе сочинских властей принят закон о чаеводстве. Увеличились ставки субсидирования. Предприятия, которые реконструируют чайные плантации, будут получать субсидии по краевым программам в министерхозе Краснодарского края. Данный закон также определил понятие Краснодарского чая, защиту товарного знака. А наука не стоит на месте. Раньше чай размножали семенами, теперь вегетативно. Разрабатываются новые сорта и осваиваются новые территории. Мы продвигаем чай в более северные регионы. У нас чай выращивается и производится в республике Адыгея. В нашем филиале, в Туапсинском районе мы выращиваем чай, тоже производим чай. Институт имеет свою чайную продукцию тоже. У нас есть четыре новых сорта чая, которые превышают существующие сорта по своим качествам. Мы продолжаем селекционную работу, мы продолжаем работу по изучению механизмов морозостойкости чайного растения. Под чай в крае отдано 1430 гектаров. В этом году в Сочи было выращено порядка 450 тонн чая. Это на 120 тонн больше, чем в прошлом году. 23 сельхозпредприятия занимаются чаеводством и гарантируют качественный чайный лист. В Сочи он возревает дольше, чем в южных странах, поэтому получается уникальный вкус и аромат. Елена Всецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.